даем запись так последний день лето друзья 31 сентября на носу 10 этап то есть последние дни 9 этапа не последний поймите меня правильно 9 этапа когда то будут и последние 10 этапа все продвигается очень динамично вот и сегодня мы с вами поговорим о том что у многих наболело скажем так и еще раз вернемся обратно к тому к сожалению или к счастью приходится разбираться мы работаем и поэтому надо эти вещи все разбирать по 10 этапу пока значит не пойдем дальше что по 10 этапу 10 этап ну ясно что вот-вот он будет я думаю сегодня навряд ли а завтра ну в крайнем случае или на крайнем случае это понедельник будет объявлено но сдается мне что это будет завтра и начнется так называемый пред переходный период в который очень важно построить свою стратегию ну так построен человек или так выстроен человек что знаете вот всегда не хватает до экзамена там начинаешь хоть бы известно что первого числа там какого-то месяца будет экзамен да все знают что экзамен будет тогда заниматься начинают все за день за два кто и за пару часов до экзамена к сожалению это природа большинства людей такова поэтому я вас призываю дорогие друзья выстроить свою стратегию правильно почему не потому только что там скажем так что вот вовремя сделать вовремя образуйте у себя необходимые средства на счетах если это необходимо подумайте что надо сделать что можно сделать чтобы вы не подхватывались в последний час девятого этапа вдруг вы начинаете рассчитывать и смотрите что вы куда-то пролетаете и глаза большие 10 тысяч там 20 тысяч акций уже совсем другие будут и так далее поэтому загодя тем более что у нас к сожалению пока ситуация такова что идут свистопляска мягко выражаясь с возможностью перевода денег не срабатывают какие-то там системы на этой неделе мы как бы начали первые платежи и уже остались без одного счета мягко выражаясь потому что люди делали все не так как в инструкции или не так как в инвойсе написано и поэтому у нас долларовый счет пока закрыт у нас нового мы не знаем когда мы сможем новый долларовый счет по я имею ввиду банковских переводов свист переводов да то что вот было в кабинете кто в курсе открыто поэтому мы сегодня об этом тоже немного поговорим поэтому еще раз по десятому подготовки к десятом этапу загадя все отрабатывается чтобы не было бы никаких дерганий никаких потом задним числом ничего не будет продляться то что будет объявлено тогда то и будет конкретный переход в 23.55 как вы знаете да причем прошу вас учитывать что переход осуществляется по московскому времени не по региональному а мы раскиданы как уже говорилось не одна не единожды мы раскиданы по регионам по странам и регионам дорогие друзья более чем 200 в количестве 200 то есть это не обязательно страны это различные регионы но их больше 200 поэтому это все надо учитывать значит с этими переводами очень важно в начале сегодняшней нашей встречи было видео кто не поленился послушать оно такое не скажем притязательное на вид но с содержанием внутри если кто прислушался там шла речь о сертификации о возможностях о логике этого дела посмотрите не поленитесь зайдите я зачем его здесь показал для того чтобы вы зашли в личный кабинет вошли бы в информационные возможности взяли бы оттуда вышли бы на эту ссылку этого видео его внимательно прослушали там очень много полезной информации которая вам пригодится во первых для собственного понимания что такое сертификация не поймете тоже ничего страшного но в любом случае что-то поймете вот и для ощущения что сертификация это не фокус вот это постоянный скрупулезный процесс связанный с различными нормами допусками регистрациями и так далее и так далее то есть масса разных таких иностранных русских слов и процедур что самое главное без которых нигде нельзя проявиться приведу вам конкретный пример сегодня с утра была встреча по поводу одного возможного пилотного проекта его вероятность постоянно растет я не буду называть где но естественно в Таллине вот это уже старый проект о нем уже давно говорили сейчас опять его возрождаем снова да вот но очень большим аргументом было то что ага идет сертификация а вот так а вот исходит из таких критериев а то есть у вас уже экотехнопарк для них очень сильной информации было не то как там скайвей что это технология они говорят ну мы доверяем если разрешат строить значит это нормально им важно то какой результат это дает для них и второе очень важный момент это то что экотехнопарк функционирует и когда показываешь смотрите что было в 2015 когда мы первый раз встречались да там вообще ничего не было и сегодня там есть весь процесс они говорят да это очень впечатлительно между этим еще помещается там работа из Австралии опыт набранный колоссальный опыт кстати сюда помещается и то что было на инотрансе 2016 сюда помещается и экофесты которые были и в прошлом году и в этом году и идет отсчет уже следующего экофеста о чем это говорит это в первую очередь говорит о том что жизнь не заканчивается 15 этапом раз жизнь не заканчивается с создачей экотехнопарка в эксплуатацию она только начинается вот и я так полагаю что у нас вполне может быть шанс у многих побывать и на юбилейном 10 на юбилейном 20 на юбилейном 30 экофесте вот вас не видно да я понял я сам тоже заметил что как-то застыл на экране это лучше тогда убрать вот сейчас по крайней мере хорошо хоть слышно ну вот и таким образом пойдем дальше я начинаю мы за землю сегодня в ответе скажут спасибо завтра нам дети дорогие друзья и это факт прошу это помнить и по-своему осмысливать это знаете как медитация или как своеобразная конфирмация такая специальная значит вопросы на сегодняшний день вы знаете поступило из нескольких регионов Европы абсолютно какие-то такие вопросы ну естественно люди не владеют английским немножко владеют французским немножко владеют своим там датским своим каким-то другим языком еще бельгийским вот и задают вопросы причем задают вопросы говорят что вот мы слышали это мы знаем это а где гарантии и так далее первый вопрос обещали что стоимость акций в случае продажи может быть от 5 до 10 долларов возникает вопрос где кто обещал даже это самое Анатолий Эдуардович в максимум говорю что да он не исключает что рынок отреагирует на вывод акций в каком-то определенном временном отрезке это много зависит от того как идут заказы как идут работы по строительству как мы завершим сдачу эксплуатацию экотехнопарка да во многом зависит от этого во многом зависит от того в какой момент будем выведены акции на свободный доступ закрытого вот такого внутреннего залогового состояния да вот но никто нигде не говорил что это будет четко вот 5 или 10 долларов и значит какой-то там значит Бьерн Бьернсталь сидит дома и считает так я сегодня инвестировал 100 тысяч вернее инвестировал там у меня сейчас 100 тысяч акций в залоге значит я акционер внутри компании о все у меня будет 500 тысяч все я пошел занимать деньги на 400 тысяч которые я спокойно верну как только будет так и он начинает спрашивать а гарантии где а где есть залог на то что это железно так будет да нигде нету друзья у нас абсолютно венчурный проект гарантии наша вера наши действия наша последовательность наших действий вот все гарантии гарантии это компетенции тех людей которые работают за счет наших инвестиций понимаете вот где гарантии наше постоянное слежение повышение наших компетенций вот это гарантии а то что а вдруг где-то что-то сорвется а вдруг это не сработает а вдруг кто-то куда-то сбежит друзья это такой лепет это старые модели пытаются пристегнуть к процессу в котором мы находимся и вся беда только в этом компания значит вот это по первому вопросу компания начнет выплачивать дивиденды в 2020 году и на одну акцию будет 0,36 доллара США это так опять спрашиваю где вам это сказали кто вам сказал а вот у нас кто-то проводил семинар об этом сказал так спросите у него откуда он это взял ни в одном документе этого не написано причем я один раз вляпался я прошу прощения за такое сравнение значит я говорил человек не слышал о чем я говорил он слышал что я говорю что вот может быть стоимость или стоимость вот такая-такая я говорю что давайте будем исходить из того что стоимость будет такая гарантии нет 0,1 доллар то есть 10 центов там или 1 цент 1 цент всего да и мы тогда смотрим что тогда будет это для того чтобы прогнозировать какие-то процессы прогнозировать не для того чтобы жестко знать что это все где-то обещали где-то есть что-то есть уже так знаете как столб землю забитый ничего этого нету поэтому приходится отвечать приходится объяснять здесь кстати очень актуальный вопрос сейчас мне сейчас такие вот видите то есть и в Мичуринске недалеко от значит Бердянска я извиняюсь за такое сравнение недалеко от Бельгии недалеко от Нидерландов недалеко от Дании недалеко от той же самой Швейцарии тоже задают такие вопросы люди все одинаковые это говорит мы все идем из одного места почему звучит музыка я не знаю это у вас наверное звучит музыка у меня здесь все выключено это у вас музыка посмотрите что-то у вас где-то не выключено теперь дальше смотрите очень важный момент я хочу получить подтверждение того что в ходе ICO минимальная стоимость акции будет 1 доллар США опять возникает вопрос а что такое ICO кто об этом вообще да говорим ICO это открытая значит скажем но это инициация крипто криптовалютная на открытом рынке то есть это открытие рынка криптовалюты или в криптированном каком-то выражении значит акций об этом просто можно предполагать об этом идет какая-то подготовка выяснение что как можно делать но это абсолютно другая история это просто примерка сейчас мир сошел с ума мягко выражаясь на крипто различных решениях вот и нет нигде таких подтверждений хочешь получи но кто тебе говорил что пункт 3 тот кто задает вопрос кто нам говорил о том что будет именно ICO минимальная стоимость не минимальная и даже на значит IPO на рынке ценных бумаг не будет никаких гарантий и подтверждений единственное что мы сегодня можем сказать и я это вам достоверно подтверждаю что при выходе на рынок всегда инициируется предлагаемая стоимость первоначальная стоимость равная номинальной стоимости а это у нас дорогие друзья одна акция 1 доллар США выходим на рынок раскладываем на прилавке свободные акции и начинаем смотреть пошли покупатели у нас на этом прилавке лежат записки что вот из этих акций миллиард акций зарезервировано компанией IBM например вот она зарезервировала и хочет купить она ознакомилась со всем да лежат все отлично еще кто-то записался на рынке еще кто-то и это не просто какой-то там блеф это действительно так есть проведены были предварительные переговоры с большими инвесторами и это все все те кто интересуются возможностью покупки видят что на прилавке есть а еще на прилавке стоит то что 50% минус одна акция уже находится у акционеров обоих компаний евразия и рссх и рссх и рссх 2 вот тот а это уже покупатель начинает смотреть да тут надо наверное предлагать он не знает какова была инвестиционная стоимость или скажем так себестоимость этих акций она есть одна акция 1 доллар и он начинает смотреть тут тут такое такое рвение к этим акций и вполне может предложить да давайте я беру значит записываю что я хочу тоже приобрести там 100 тысяч там миллион там 10 миллионов в акции вообще можно на рынке предлагать мы не знаем что нам предложат предложат может быть на рынке приобретать на свободном рынке да когда туда будет IPO выходить или там что еще будут предлагать вообще значит только пакеты не менее чем по миллиону акций или не менее чем по 100 тысяч акций понимаете да чтобы там кто-то не тренировался там 10 акций сюда 5 акций сюда туда вот так что это вполне такое бывает тем более что есть такое хорошее это еще раз это еще дополнительно поднимает как бы статус этих акций и вот тут только только здесь определяется стоимость что акция минимальная стоимость на рынке акций вот на этот момент 1 доллар процесс пошел все брокеры эти самые следят ага акции пошли о уже 1,1 а уже 1,2 опа подскочило до 2 и тут рванули значит акционеры которые сидели думают пока есть быстро сдадим те кто вот эти 50 но в начале к счастью нас не допустят к этому будут только первые 90 дней или 180 дней там в зависимости где-то вот в этом периоде будут только свободные акции на рынке и мы не можем туда ничего не предлагать своих акций для продажи те кто уже стали акционерами и вот только после этого как сформируется уже у нас появится возможность поэтому никаких гарантий но мы знаем мы должны понимать как этот процесс идет поэтому прошу и вас здесь обращать на это внимание еще раз об распределении акционерного капитала вещества компаний поэтому поэтому я сейчас вынужден опять вернуться обратно к тому что у нас есть смотрите обращаю ваше внимание дорогие друзья что откуда у нас все это дело растет есть компания Global Transport Investment до сих пор многие люди путают и говорят что о Юницкий корп владеет технологией нет технология Юницкий вложил в Global Transport Investment в эту компанию и она является владельцем всех интеллектуальных ценностей которые разработаны и разрабатываются вот эта компания и это оценено вот в такую сумму и это стало акционерным капиталом АК 400 миллиардов 867 миллионов и тыр-тыр-тыр дальше долларов теперь благодаря этому что есть такой акционерный капитал эта компания выпустила внутри такие акции акции а простые акции своей компании 66 не 77 а 67 здесь ошибка процентов так вот и тут тоже неправильно акции да тут вкралась неправильная ошибка видите здесь а не 70 процентов здесь не 15 не обращайте вот на эти две цифры откуда-то вкрались ошибки вот 66 67 и 33 кома 33 процента это B акции привилегированные акции вот они здесь суммы сколько они в номинале обозначают все акции по одному доллару штука как А так и B акции но B акции это привилегированные акции вот они здесь общее их количество здесь и благодаря этому их как раз и предлагают для как залоговых они были положены в компанию первую и вторую компанию уложены соответствующие количества как акционерный капитал уже вот этих компаний вот эти акции внутри и каждая из этих компаний выпустили в свою очередь извиняюсь сейчас выключу выпустили свои акции как Евразин Релс КВ Системс Холдинг 2 и Евразин Релс КВ Системс Холдинг просто выпустили простые акции потому что их акционерный капитал содержит привилегированные акции они лежат у них в сейфе условно говоря и они имеют право так же как Global Transport Investment у нее в сейфе лежит вся эта интеллектуальная собственность так вот эти акции у этой и у этой компании лежат но они имеют право за счет этого выпускать свои простые акции и предлагать нам мы уже объясняли что эти акции и эти компании являются не предпринимательскими компаниями а компаниями держателей акций вот и это очень существенно для нас и теперь смотрите вот они здесь доли компании GTI соответственно здесь теперь более-менее правильно эти доли компании таковы что у этой компании 15% у этой 18% 33% всего 33,33% в Global Transport Investment вот и все инвестиции которые осуществляются за счет залога вот этих и этих акций идут в Экотехнопарк на строительство его и сертификацию технологии Skyway вот это так называемая последовательность владения и значит взаимосвязей здесь очень важный еще следующий момент дорогие друзья по последним как бы ну вот все развивается все течет все развивается Global Transport Investment здесь как бы структура группы компаний в свою очередь существует Unitsky Corporation Eurasia Norexical Systems Holdings 2 что осталось Unitsky Corporation после того как была учреждена Eurasia Norexical Systems Holdings 2 у нее осталось вот А акций 267 миллиардов 244 миллиона 955 тысяч 334 акций А акций Unitsky Corporation потому что эти акции она безвозмездно вложила другие акции от имени Global Transport Investment как акционерный капитал сюда и вот эти три компании они являются как бы а кто тогда владеет компанией если отдел если все нет видите владеет там есть я не имею права открывать всю юридский Анатолий Эдуардович но через группу компаний через скажем так соответствующую как бы правильно сказать так юридическую профструктуру в первую очередь Unitsky Corporation вот эта компания там есть свои взаимоотношения с GTI вот и чтобы быть неуязвимыми поэтому детали я не буду сейчас вдаваться а кто тогда владеет GTI Unitsky да все отдал но тем не менее владеет он отдал одно но получил другое видите да сколько на данный момент продано акций акции не продаются Михаил на Сибирске я еще раз повторяю акции даются в залог и это не является продажей отданы в залог и являются собственностью людей которые инвестируют потому что они забирают этот залог говорят мы не хотим инвестиции то есть мы как бы доверяем мы оставляем свою инвестицию но берем акции и будем ждать когда они выйдут на рынок выйдут в этой компании значит Михаил и все остальные в этой компании уже 50% минус одна акция разделите вот эту сумму 60 миллиардов 133 миллиона напополам и отнимите одну акцию поймете сколько здесь ушло и сейчас осуществляется процесс как бы реализации под инвестиции до 15 этапа включительно второй компании 50% минус одна акция это определенные условия а почему нам не дали привилегированное зачем вам Сергей привилегированное акции откуда вам их взять GTI абсолютно ненужная вещь значит GTI занимается хозяйственной деятельностью вы хотите значит быть как бы в этой компании условия такое когда будет выводиться на IPO всех будет интересовать стабильность поступления доходов в компании владеет какими акциями они владеют а стабильность это обеспечивает привилегированные акции Global Transport Investment их привилегированность в том вот этих B акций что владелец этих акций в данном случае это и эта компания в первую очередь при распределении прибыли Global Transport Investment получает 20% она отчисляется и потом эта компания думает хочет что она делает развивается инвестирует куда-то но на дивиденд для этих компаний в первую очередь надо дать все и поэтому никакой разницы нет привилегированные они у нас есть уже привилегированные за счет того что мы являемся акционерами вернее они не являются мы косвенно получаем все блага которые позволяют давать эти акции эти компании нужны именно для того чтобы четко вести отсчет и выводить на на биржу эту компанию очень тяжело вывести в такой схеме на биржу понятно да остаются еще эти акции и так далее и так далее такая схема я не буду вдаваться сейчас в подробности нам это не важно это так называемое объяснение Сергея так дальше дальше еще раз значит где мы там были и вот здесь смотрите что получается значит что вот эти компании все являются компаниями дочерними компаний Global Transport Investment и как осуществляется структура и взаимосвоя с этой компанией когда мы инвестируем то значит для нас является основной компанией осуществляющей принимающей инвестиции является Skyway Capital или Skyway Invest Group зарегистрирована в Лондоне так Дмитрий Мичуринский скажу как есть сейчас последний новостей по проектам в Индии в Латинской никаких новостей последних нет значит процесс идет Дмитрий и в Индии и в Америке в Латинской подготовительные этапы значит подготавливается поездка Анатолия Эдуардовича туда вот это все процессы непростые в Индии учреждена понимаете ведь до строительства в Индии еще надо очень сильно поработать вот то что завершенные проекты это время подписанные предпроекты преддоговора и договор о намерениях и договор о осуществлении определенных работ это все шаги в детали запрещено вообще пускаться дорогие друзья значит как только будет какой-то результат который главная компания GTI в данном случае да которая учреждила в Индии Skyway Индия она будет очень скудно подавать информацию потому что за нами очень внимательно начали следить мировые различные концерны вбрасываются чувствуется что значит подкидывается в различные страны чтобы скажем так не облегчить а наоборот сделать тяжелее всю нашу жизнь да разная информация вот вплоть до того что инструкции для банков и это все не просто ведь трудности у нас не потому что значит мы разгильдяи тут все в капитале и так далее нет просто процессы такие идут чем серьезнее мы развиваемся тем серьезнее к нам начинают относиться поэтому давайте будем сдержанными в подаче этих информации во вчерашнем вебинаре я рассказывал о новостях да ну вот Сибиряков вот слушать его новости я не буду повторять Сибирякова зачем сходите послушайте Сибирякова на получать дивиденды лет не получать можем но будем получать раньше это так гугл за все время только в этом году решил первый раз выплатить дивиденды но вы знаете дело в том что у гугла была другая схема вывода на IPO знаете да ведь у гугла было важно развиваться в процессе а для скайвей важно развить выход технологии на рынок и открыть строительство это позволяет это сразу же оживляет приток акций и поэтому мы вынуждены и заинтересованы выйти на рынок ценных бумаг значительно раньше а что значит выйти на рынок ценных бумаг это значит все-таки показывать дивиденды а они желают это или нет и кто-то другой уже сама структура построения глобал транспорт инвестор они все равно будут они уже сегодня или скажем так на следующий год могут быть даже за этот год но они расчетные в определенной степени поэтому скажем не надо губу раскатывать если так можно сказать вот в народе так говорят иногда на большие дивиденды нам важно то что какие-то дивиденды естественно будут будут раньше чем 10-20 лет но существенные дивиденды вот откровенно вот как я понимаю да я не первый день в экономике и в предпринимательстве я так понимаю что о серьезных дивидендах можно говорить через 2-3 года а то что дивиденды будут будут естественно будут и я так думаю что и стоимость акций сформируется за 2018 и 19-й год и плоды этого мы будем пожинать и будьте готовы к этому в конце 19-го 20-го года не надо иллюзии себе строить дорогие друзья но это мое видение это неофициальное видение это мое Владимира Маслова такой какой я есть хороший или плохой мое видение и прошу это или принимать или значит говорить что какую-то пургу маслом несет да так таким образом дальше возвращаемся обратно к нашим баранам смотрите Skyway Capital он является договор значит поручительство GTI поручает ему осуществлять процесс проведения инвестиций от инвесторов к Global Transport Investment на основании договора инвестирования с обеспечением это не договор купли-продажи обращаю ваше внимание прочитайте его внимательно в вашем кабинете это договор инвестирования с обеспечением или с залогом залогом является обеспечивается он акциями акциями чего Eurovision Rail Skyway Systems Holdings Eurovision Rail Skyway Systems Holdings 2 то есть обеспечивается акциями этих обеспечительными акциями видите здесь написано инвестору у инвестора это договор но Global Transport Investment чтобы не замудрять схему предложил еще и дал право доверяю потому что это компания его стопроцентная Skyway Capital или площадка Skyway Capital и компания Skyway Invest Group дал право быть агентом между инвестором и поступлением вот этих денег то есть осуществляет этот процесс но поскольку скажем так финансовые инспекции везде и так далее и так далее очень сильно ко всему этому присматриваются на нас различные гонения где-то существуют поэтому имеет смысл запасный вариант от работы организована или учреждена компания TransTech ОЮ которая становится агентом стала сейчас агентом дальше я покажу между значит в какой-то степени по переводу через банковские переводы Skyway Capital или как бы вместо него стало и у нее договор с Global Transport Investment и с First Skyway Invest Group First Skyway Invest Group или Capital осталось скажем договор или поручителем того что инвестор инвестировавший в проект получит при желании и как только он изъявит всю инвестицию закончен он сразу получает дологовые акции а изъявил об этом желание или обозначил это желание а все деньги которые происходят проходят осуществляются через агентское соглашение вот именно частично частично это как один из потоков через TransTech который в Европе зарегистрирован Владимир а как сюда входит свик да никак он сюда не входит Федор свик это отдельная площадка значит у них другая совсем схема и так далее там вы подарки получаете обучаетесь это точно информация или все-таки 11 этап друзья Михаил значит вы понимаете что ну не может быть перепрыгнуть с 10 на 11 этап понимаете да посмотрите бизнес план может быть разница скажем мы узнаем об 11 этапе через месяц после того как начался 10 этап но то что сразу 11 этап забудьте не будет это абсолютно достоверная информация я могу Михаил здесь по этому поводу я так рисковый парень да вот даже уже в свои 70 лет сейчас могу сказать что я тут готов даже пол шляпы съесть если это не так будет так таким образом смотрите значит что у нас здесь происходит меня слышно вообще или нет слышно вижу что индикатор работает пожалуйста ага спасибо получается такая вещь все спасибо значит таким образом вот это разъяснение смотрите и что у нас сейчас получается так уже я ушел туда дальше вот к разговору о том что я сейчас вам показывал поэтому вот к этому схеме транстеха я вам сейчас покажу просто значит invoice когда вы платите через swift перевод который новый появился видите здесь транстех да вот он подчеркнутый транстех он является как бы партнером агентом но значит осуществляется это все через площадку приема денег payhub через банк кредитный банк в данной ситуации но что здесь очень важно дорогие друзья вы знаете запороли долларовый счет только лишь благодаря тому что люди пишут в платежном не то что в invoice написано вот здесь обведено красным оно почему-то сместилось когда я сюда его заводил да то что написано вот в этом разделе это все один к одному и здесь где according in v номер должен быть invoice номер должен быть номер invoice который у вас здесь на invoice он сюда должен быть внесен и один к одному этот текст должен быть внесен в разъяснение платежного поручения банку в котором с которого вы направляете деньги вот таким путем вот транстех накапливает и пересылает это дальше global transport investment то есть этой компании видите по этому договору он пересылает это он является агентом он пересылает это вот в эту компанию через посредство skyway capital поэтому это очень важно понимать и вот я вас прошу разобраться вот с этим делом и делать то что вас просят сейчас вплоть до того что будет даже инструкция вот здесь есть это немножко будет изменена эта структура мы сегодня как раз с программистами это дело разбирали чтобы ну сделать максимально дураконадежным здесь я прошу прощения за такое сравнение то есть чтобы не было бы просчетов здесь иначе как говорится нам же больно будет опять многие интересуют 10 или 11 это для нас всех что лучше вы меня значит простите вы слушаете или нет или вы только присоединились 10 или 11 для нас любой этап лучше для нас лучше 10 этап потому что 10 этап здесь есть возможности есть дисконт они дисконт и лучше под инвестиции если вы заинтересованы в инвестициях все 11 этап лучше потому что мы ближе уже к концу вот и все вся разница значит иначе здесь что лучше Мария Петровна или значит Аглафия Ивановна таким образом смотрим дорогие друзья значит еще раз возвращаемся обратно к нашим акционерам мы это рассмотрели о переводе денег в личный кабинет это тоже мы сейчас просмотрели то есть это инвестиции который осуществляется через свифт перевод теперь смотрим дальше так еще что за этим стоит одна акция номинальная стоимость 1 доллар США запомните это одна акция биржевая стоимость рыночная от одного может быть от одного доллара США и выше и выше или ниже одного доллара понятно да гарантий что и где гарантирован нигде ничего не гарантировано гарантировано лишь только то что процесс продвижения инвестиций от инвестора к инвестиционному объекту юридически процедурно всячески выстроен правильно к нему никаких вот как бы претензий пока нету и быть не может что и где гарантировано все остальное чем гарантировано гарантировано в первую очередь правильностью выстраивания вот этой схемы дорогие друзья я извиняюсь не туда проскочил значит всех взаимоотношений это не просто так и поверьте мне на слово что я уже достаточно много собак съел в различных юридических схемах вот и действительно я удивляюсь что здесь сделано все просто но со вкусом поэтому это есть гарантия на мой взгляд когда у меня посвященные люди спрашивают что объясни я им говорю что гарантией является схема объясняю они говорят да ты прав действительно уже это есть гарантия других гарантий в таких венчурных проектах быть не может одна из самых железных гарантий это как раз и есть именно выстроенность организационной структуры вот что и где гарантировано это гарантировано еще и тем что минимизированы все расходы это гарантия да гарантия что является гарантией гарантия то что минимизируются расходы в первую очередь уже в самом экотехнопарке задекларировано 242 миллиона по бизнес плану стоимость строительства она будет значительно меньше мы это видим мы уже четко знаем что это так будет и это процесс гарантирует процесс аудит ежегодно. Где можно увидеть гарантии под наши инвестиции? Все гарантии, которые есть, пожалуйста, это в меморандуме. В меморандуме все описано, там четко все расписано, можно разбираться. Что гарантирует то, что мы получим дивиденды? Только то, что мы строим и сегодня инвестируем. Это самая железная гарантия. Никаких ни домов, да, и то, что есть экотехнопарк. Самый железный. Самый мощный аргумент, дорогие друзья. Вот есть экотехнопарк, идет сертификация, процесс продвигается. Это есть гарантия, что мы получим дивиденды, дорогие друзья. Но того, что получим мы через год, получим через три месяца или получим через два года, никаких гарантий нет. Но то, что мы их получим, я вам это гарантирую, как вот, ну, как эксперт, который это дело, на это дело смотрит. Кто гарантирует? Вот я уже сказал, что я в какой-то степени гарантирую, как эксперт, что мы начнем сразу получать дивиденды. Когда? Что такое сразу? Это я все вопросы беру вот из этих обращений, писем и так далее. Кто гарантирует? Я уже объяснил, не буду автологию здесь устраивать, значит, что мы начнем сразу получать дивиденды. Когда? Как только будет распределение прибыли Global Transport Investment, она там будет такая, что имеет смысл распределять. И даже не смысл, а просто она будет, понимаете, да? Пока ее нету, пока идет расходы, только расчетная прибыль есть. Прибыль будет к концу 2017 года. Я уже вам объяснял, откуда она получится. Она получится за счет расчета. Какого расчета? Расчета того, что Экотехнопарк, его себестоимость, скажем так, капиталовложения в Экотехнопарк будет одна сумма, предположим, это 200 миллионов, а оценочная стоимость его уже больше миллиарда. Можете считать, все, что между оценочной и реально вложенным капиталом вложением в этот Экотехнопарк, это является все прибылью. Когда мы можем эту прибыль получить в Global Transport? Только тогда, когда мы пойдем продадим Экотехнопарк. А мы заинтересованы в продаже Экотехнопарка? Я лично нет. И вам не рекомендую интересоваться этим делом и не быть заинтересованным. Это такое, знаете, вчера посел, сегодня съел эту картошку, собрал с земли, ну ладно, через месяц. Или только отсвела, я сразу ее съел. Маленькие горошинки. Ведь мы заинтересованы в стабильном, нормальном процессе, к которому мы идем. Ради этого мы работаем. Ради этого Юнистский 40 лет работал. Сейчас работает уже который год с большим коллективом. Почти 400 человек. Капитальнейшие вложения делаются. Поэтому, когда, таких, как бы, цифр лучше не говорить, но знать. Вот ориентиры я вам обозначил, дорогие друзья. Таким образом, идем дальше. И еще раз о том, что мы говорим. Это венчурный инвестиционный проект, дорогие друзья. Проект стартап. То есть, с которого таких аналогичных еще нигде не было. А как только вы говорите, когда вы говорите, кому-то передаете эту информацию, это сразу из человек посвященный более-менее разбирается. Он понимает, что такой венчурный проект, это проект, который имеет определенные риски. Но венчурность нашего проекта или рисковость нашего проекта с каждым днем уменьшается. Мы об этом уже неоднократно говорили, и я не буду здесь повторяться. Инвестиционное народное кредитование. Мы кредитуем этот проект, получаем себе залог, становимся через этот залог, как бы, вот через гарантию возмещения кредита, становимся акционерами. Залог это акция ограниченного доступа. Высокая выгода, высокий риск. в начале был в 2014-м, в 2015-м. Мы об этом тоже говорили. Риск минимизируется. Почитайте бизнес-план. Мы прошлый раз или позапрошлый раз говорили с вами, что существует в бизнес-плане рассмотрено 8 рисков с подфакторами рисков. На мой взгляд, я как эксперт вам могу сказать, что сегодня основным риском является именно временной фактор. Что делаем? Говорим только то, что выяснили, называем все своими именами, излагаем официальную позицию, готовимся профессионально, обращаемся за разъяснениями, дорогие друзья. Это очень важно. Что за этим еще стоит? Смотрите, технологии, которые выводим в массовое использование. Это очень важно. Проект развивается по бизнес-плану и в этом году будет в эксплуатации. Но слушайте, какие еще подтверждения нам нужны? Сознанно развивается база для бизнеса. Создали команду, она у вас есть, плюс вы как инвестор. С одной стороны, у вас есть команда, которая работает, с которой вы можете работать дальше в следующих проектах, или в доведении этого, еще в доведении этого проекта и в следующий проект, и вы как инвестор. Вы работаете на эту команду, команда работает на вас, вы становитесь инвестором, вкладываете какие-то свои средства. Необходимость при лечении до конца 15 этапа еще 150 миллионов. Сейчас чуть-чуть меньше уже осталось. Это было где-то месяц назад. Если посмотреть бизнес-план, то с 10 по 15 этап, если вы посчитаете, 150 миллионов надо инвестировать. Гарантии обеспечения инвестиций. Создана структура группы компаний. Описано все в меморандуме. Об этом мы говорили. Инвестиции с обеспечением. Обратите внимание в договор, договор, о котором я говорил, договор инвестирования с обеспечением. Глава 3 особенно важно. Прочитайте, да? Передача акций. Пункт 3.9. Глава 4.5. Очень важные главы. И не надо там во всем остальном в билибердистике юридической копации. И мы имеем положительный опыт, друзья. Строительство эко-технопарка, проектирование. И он только нарастает. Скажем, статус компании очень сильно растет. Народное финансирование, краудфинансинг, это абсолютно новая уже опыт у нас появляется. Многие начинают проявлять к этому в хорошем смысле этого слова интерес. И я думаю так, что это будущее. То есть здесь мы тоже с вами являемся открывателями в какой-то определенной степени. Лавируя между препонами, которые ставят и платежные системы, и банки, и финансовые инспекции, и прочее. Понимаете? Поэтому там люди говорят, о, сейчас сменили компанию, что это теперь не капитал, а какой-то транстек. Все, это пирамида. Ну, слушайте, мы что, не знаем, что такое пирамида, что ли? Давайте поговорим о том, какой-то из наших будущих вебинаров, если это вам интересно, я вам расскажу, что такое пирамида. Все в мире вокруг является пирамидой. Но давайте к этому относиться по-разному. Есть эффект пирамиды и есть пирамида. Вот. Поэтому здесь все очень четко. Слава Богу. И последнее. Смотрите, я, значит, здесь есть линк, вот он здесь обозначен. Ответы на вопросы. Юридический вопрос Скавей. Что такое дисконт? Что представляет собой группа компаний Скавей? Масса ответов. Нажал, получил ответ. Нажал, получил ответ. Пользуйтесь этим, пожалуйста. Я сейчас, ах, у меня здесь нет возможности, значит, но зафиксируйте, и я эту ссылку поставлю вам. Вот, значит, Павел имеет хороший опыт укорачивать ссылки, да. Я постараюсь это тоже укоротить и выставить в чате целевые проекты. Обещаю. Если не выполнить свое обещание, прошу вас напомнить мне. И получите хорошую возможность. Ну, и напоследок перед тем, как мы сегодня будем заканчивать уже скоро. Еще раз напомним вам усредненная инвестиционная себестоимость одной акции. Что мы сегодня имеем? На девятом этапе это 0,92 цента. Что это значит? Это значит, что когда я инвестирую и получаю в залог одну акцию, мне в один доллар это мне обходится как инвестору 0,92 цента. Это не цент даже, а какая доля, не полный цент. Понимаете, да? То есть от одного цента 0,92 это меньше одного цента, а получаю акцию в один доллар. Десятый этап. Это к тому, выгодно или не выгодно. Уже мне придется делать инвестиционные расходы в среднем при таких дисконтах 1,2 цента. Уже есть разница усредненно, да? На 14 этапе это будет 4 цента. Ну и на 15 это будет чуть больше. Еще. Так что здесь все основания для расчета, дорогие друзья. вот еще раз я напомню вам, что прошу пользоваться тем, что здесь изложено. Какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? Не только в общее дело, но и свой личный вклад тоже действует. Но если в общее дело, то что я могу сделать? Ну например, что я могу сделать? Я в первую очередь смотрю, чтобы поддержать процесс инвестирования. Я не обязан это делать, но я могу посмотреть, могу ли это сделать? Целесообразно. Думаю, что если начну задумываться, то целесообразно. Как я это сделаю? Есть ли у меня на это? Дальше еще есть. Как я это сделаю? Может быть проще пойду кому-то расскажу об этом? Одному другому? Соберу людей и расскажу им? Когда это сделаю? Какой ресурс для этого имею? Имею знакомых? Имею что-то еще? А может быть у меня проще? Да не буду ободаться с этими знакомыми. Пошел взял из банки деньги, положил, вложил в это дело, перевел через банковский перевод и инвестировал. Поддержал. С одной стороны поддержал процесс, инвестиционный процесс развития экотехнопарка, с другой стороны поддержал свое благополучие, которое строю со всеми вместе. Что мне для этого еще нужно? Опять начинаю смотреть что, как, когда и так далее. Это так называемый цикл постоянного моего развития, моего отношения, мое активное и проактивное состояние в процессе. Прошу вас это не забывать. Я методично буду об этом напоминать вам. Если кому-то есть вопросы, пожалуйста, есть скайп, вопросы на владимир от масло. точка е и чат церевые проекты SkyVay. Я в данный момент благодарю вас за внимание. Если у вас вопросы есть, я готов на них ответить. Если вопросов нет, то я сейчас позволю себе закончить нашу с вами встречу, дорогие друзья. Дайте мне обратную связь, что-то я не вижу оживления на чате. Уж не выключен ли я из чата. Алексей, спасибо, окоржили, спасибо, а то все затихарились. Все, дорогие друзья, тогда я прощаюсь с вами, желаю вам успехов в завершении девятого этапа, следующая наша встреча на следующей неделе, постараюсь вам кое-что хорошенького нового сказать, вот, потому что есть, я очень осторожный стал в выдавании различных новостей, чтобы это все не как старый человек или пожилой человек, чтобы не сглазить, как говорила моя бабушка, царствие небесное, вот, поэтому, но кое-что можно будет сказать, скорее всего, так, потому что процессы идут, и это радует. Желаю вам всего доброго, окончания лета, которого практически многих регионов не было, достойной встречи нового этапа, и успехов вам, вашим близким, доброго здравия, до скорых встреч, всего доброго, друзья.